Привет! В этом видео я расскажу как делать волосы в блендере. Я выбираю объект и захожу в раздел Particle Properties. Здесь я нажимаю плюс и у меня появляется новая Particle System. Здесь я выбираю Hair и нажимаю кнопку Advanced. Во вкладке Emission здесь нас интересуют такие параметры как Number. Он отвечает за количество волос, если их будет мало. Здесь то их будет мало и соответственно это количество мы можем редактировать. Допустим пусть будет 1000, как было. Также здесь мы можем редактировать длину волос в зависимости от того какие нам нужны длинные или короткие. Давайте оставим какие-нибудь такие. Также нас интересует вкладка Render. Здесь я могу поставить значение 4 просто чтобы на превью во вьюпорте было лучшее качество изображения, качество волос и здесь также поставить 4. По вкладке Children я могу добавить еще волос. Между вот этими основными направляющими появятся еще волосы и я нажму Interpolated. Их стало заметно больше и здесь есть различные забавные виды настройки и редактирования волос. К примеру, можно включить клампинг. Он создает эффект, когда волосы собираются в маленькие пучки. Таким образом волосы выглядят более естественными. Также можно добавить roughness. Волосы становятся немного более не такими гладкими. То есть они не становятся кудрявыми, но они перестают быть очень гладкими. И также можно во вкладке King сделать их кудрявыми. Различного рода используя волны или curl. Можно пробовать сделать curl. И вот примерно так это выглядит. Здесь мы редактируем значение амплитуды и форма кудрей меняется. Также у волос есть очень классный метод редактирования. Открывается он здесь в Particle Edit. И тут мы можем в принципе делать много разных классных интересных штук. К примеру, волосы можно удалить там, где они нужны. Можно их уложить необходимым образом. Сделать более гладкими. Добавить больше волос там, где нужно больше волос. И можно сделать их длиннее там, где это необходимо. В целом все довольно интуитивно. Все кнопки подписаны и в целом понятно, как ими пользоваться. Давайте попробуем причесать эти волосы. Перехожу обратно в Object Mode. Пока что выглядит вот так. В предпросмотре волосы выглядят сейчас вот таким образом. У них нет толщины. Для того, чтобы у них была толщина, нам нужно включить Cycles. И они будут выглядеть уже более реалистично. Сейчас волосы выглядят довольно толстыми. И это можно исправить во вкладке Hair Shape. Здесь есть диаметр Scale и можно сделать его меньше. И тогда волосы будут тоньше. Для того, чтобы волосам назначить материал, нужно перейти во вкладку Render. И здесь есть специальная вкладка для материала волос, который, соответственно, вы предварительно создадите в сцене. Назовем его один. И может быть, например, вот такой. Создаю еще один материал, назову его 2. И он будет вот такой. Пока материал назначается к объекту, но для того, чтобы назначить его конкретно к волосам, нужно выбрать его вот здесь. Но для начала второй материал нужно добавить к объекту. Сейчас покажу, как это сделать. Вот в этой вкладке у нас отображены все материалы, которые существуют у этого объекта. У нас это шар. Я добавляю новый материал, выбираю другой материал, который у нас есть в сцене. И теперь в Particle System, в волосах, который у нас существует, теперь во вкладке Render я могу выбрать другой материал. Вот.